Добрый день! Здравствуйте, добрый день. Всем, всем здравствуйте. Меня зовут Олевтина Хабинкова. Я художественный руководитель инклюзивного конодраматического театра «Белая лошадка». Кто такое инклюзивный конодраматический театр «Белая лошадка»? Это сочетание драматического искусства с конным спортом, с работой с лошадьми в руках на свободе, с классической музыкой и авторскими костюмами в инклюзивном коллективе. Это не только яркий, зрелищный и полезный проект, это реальные шаги к равным возможностям. Театр «Белая лошадка» — это там, где люди с ограниченными возможностями здоровья, здоровые люди. И лошади — это равноправные участники театра, где у каждого есть своё место, где каждый может реализовать себя, где каждый поддерживает друг друга. Мы стремимся к свободному творчеству, мы стремимся к тому, чтобы в нашем театре не было видно инвалидности. Мы стремимся к тому, чтобы люди друг другу помогали, и это был общий коллектив. Сейчас состоит проблема в том, что ментальные инвалиды могут получать только низкоквалифицированную профессию. У них нет навыков принятия решения, у них нет навыков коммуникации, а также у них нет навыков нести ответственность за себя и за других. Всё это мы решаем с помощью серьёзной театральной и конной подготовки. Эти две составляющие взаимопомогают в работе с ментальными инвалидами из социальных учреждений. А также работа в инклюзивном составе, ментальные инвалиды чувствуют себя полноценными членами общества. А здоровые люди видят в них таких же людей, как и они, с огромным творческим потенциалом. В нашем инклюзивном коллективе 60% участников – это люди с ограниченными возможностями здоровья. У них есть уникальная возможность обучиться актёрскому мастерству и в дальнейшем работать в конном театре. В прошлом году был туристический акселератор, и мы выступили с проектом «Живая история Ярославля». Это туристический проект, это иммерсивное конно-шоу. Ментальные инвалиды, которые, социальные учреждения, ребята, с которыми мы занимаемся, в дальнейшем могут участвовать именно в этом проекте. И они могут выступать, и тем самым они могут зарабатывать деньги. Я работаю с людьми с ограниченными возможностями здоровья с 2016 года. И за это время я разработала авторскую методику для ментальных инвалидов и социальных учреждений по классическим театральным школам и по современным инклюзивным разработкам. Но этот проект не существовал бы без людей, без людей, которые горят своим делом. Без команды профессионалов. Руководитель проекта Екатерина Сибарнова, профессиональный маркетолог. Художественный руководитель театра Алевтина Хомякова, профессиональная актриса драматического театра и кино. Тренер по конному спорту Алексей Горбов, мастер спорта международного класса по конному спорту, тренер первой категории. Технический директор Ярослав Сибарнов, инженер-проектировщик. Коновод-берейтер Екатерина Маслова, спортсмен первого разряда. А также профессиональные художники, врачи и психолог. Успех, чтобы мы были популярны, чтобы это был первый действующий инклюзивно-конно-драматический театр в России. И чтобы он был популярным. И чтобы люди хотели бы попасть туда. Продолжая традицию Федора Павлова. Продолжая традицию, да, то есть первого русского театра, театра Федора Волкова. Редактор субтитров А.Семкин